Ой, какая у меня кофточка веселенькая. Глянь, Лёвушка. Роскошная, роскошная. Цвет очень идет. Айфовый цвет вообще. Благодарствует. Здравствуйте, друзья мои. Я рада вас всех снова приветствовать. Ну, вы уже увидели, с кем я встречалась сегодня. Вано. Вано, он, как вам говорится, не шутки, Ванька-то. Вот, буквально 30 минут мы с вами поговорим, и пойдем у нас дела, работа, шоу и так далее. Кофта огонь. Вообще, смотрите, я люблю все блестя... Здравствуйте. Заходите, заходите. Извините. Кофта, видите, какая красивая, симпатичная. Вчера купила. Ой, нет, в руку, звучит. Лёвушка одобряет. Говорит, прекрасно все. Да, я уже давно на работе, конечно. Значит, смотрите, кто интересовался, когда Ливан пойдет отужинает с девушкой, которая отгадала его вопрос... Аль? Да? Не за что. Да. Все, давай, что... Значит, когда Левушка пойдет отужинает с девушкой, которая угадала и ответила правильно на заданный им вопрос... Все дело в том, что девушка потерялась, дала потерю, не заходит больше. Мы в ожидании, ну, никак. Так, что, ой, по кофту я же сама себе завидела, господи. Вот. Ну, а Лёвушка, так как говорится, готов. Он даже готов с доставкой на дом отужинать. Да, Лёвушка? Да. Не отказывай, Лёв. Все для тебя, рассветы и туманы. Я не отказываю, девушка дала потерю. Девушка дала потерю. Вот. Значит, давайте отвлекемся от дома-2, умоляю, друзья мои, котятки. Нашла заначку. Сейчас вам покажу. Детская кофта не в обиду, да? Ну, да ладно. Детская, так детская. Да, еще куплена она в отделе детского мира. Не забудьте это написать. Нашла вот нычку у себя в шкафу. Я вчера говорила по поводу ароматов. Понимаешь, Лёв, детская кофта. Ну, хорошо. Это тебе сказали детская кофта? Детская кофта не в обиду. Друзья мои, вы такие ценители... Прекрасного. Да ладно, я помолчу. Сейчас из меня как попрет. Прекрасного и утонченного. Я как это... Мама у меня ценничка. Лёвушка, ты можешь рядом со мной присесть и будем вещать на пару. Берем банку у себя по сердечке. Наташа, скажи зрительное, что все здесь. Идюши метелки. Я чуть не подниму. Пожалуйста. Кто мою дочу обижает, а? Чем вам кофта не нравится? Вы посмотрите на кофту. Посмотрите на буфет. Все на месте. Мне вообще по барабану. Еще кому нравится. Мне нравится и славьте Господи. Между прочим, мы Наташу выдаем замуж. Поэтому всех потенциальных просим. Как за кого? За самого лучшего. На кого Бог пошлет? Нет, там не поедешь. Опять конкурс немножко. На кого Бог пошлет, так не пойдет. Так не пойдет, на кого Бог пошлет. Нет. Нам нужен богатый, успешный. Красивый. Красивый, ну да ладно. Красивый. Самое главное, чтобы умный был. Умный. Умный, как говорится, добрый вечерок. Лев, дай, пожалуйста, воды. И еще, как минимум, с домом в Балашихе. Это как минимум. Это ближайшее направление. Лучше на Рублевке. На Рублевке я боюсь, ну да ладно. Далеко ехать? Ничего. Близко? Да. Кстати, дальше Балашиха, да? Тогда ладно, на Рублевке, как Лева говорит. Сейчас еще покажу одни духи. А остальная коллекция духов у меня там дома в сумке. В моей кошелке, которую я таскаю с собой на работу. А, господи, у меня в сумке четко нет. Вот, пожалуйста. Версачи. Сейчас открою еще свой комод, вам покажу другие духи. И, кстати, увидела, что с голосом. Ничего у меня с голосом вон отседовано. Выходите, кому не интересно. Я вас что, тут держать буду? Не, я готова вещать, даже если у меня будет ноль телезрителей. Сама с собой будет телезрителей. Славочка, ты печатаешь уже? Да. Все исправили? Нет, пока еще. Нет, это другое. Это другое. Смотрите. Кстати, Майя Донцова, когда вела прямой эфир, ее спрашивали по поводу ее коллекции духов. В ее коллекции также есть такие духи, как я вам тогда презентовала. Помните? Котятки мои ненаглядные. А еще красные Нарцисс Родвигас. У Майки тоже такие есть. Это вам не шутки. Еще далее. Поехали. Задик Вольтарен, который я вам говорила, рыбки мои. Вот это вот бомба тоже аромат, особенно на зиму. Всем приветики. Приветики. Женька, нанеси, ты знаешь, кайфовый аромат. Что-то его, он нифига не пахнет. Ну, дорогие подписчики, вы же понимаете, это все вот это, это все приданное, приданное дочери. Все вот это приданное. А вот это вот вечная классика марки Дольче Габбана Light Blue. Тоже аромат хороший. Ну, в общем, у меня тут как закрома. Закрома. Славочка. Ладно. Дай, дай, пожалуйста. Пожалуйста. Дайте, пожалуйста. Версачи, дать тебе? Пожалуйста. Итак, это малая доля того, что у меня есть. Это на работе. А дома я завтра принесу свою сумку, кошелку. Слав, на, пожалуйста. И будем с вами разгребать дальше. Сзади квальтеры вообще. А вот помадки у меня тоже малая часть, которая со мной находится. В общем, короче, у нас весело, котятки. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Друзья, пошли флаконы по рукам, чтобы вы понимали. Ну, да ладно. Ну, нет, вот этот тоже, конечно. Все, хорошее. Все, больше у меня здесь нет нифига. Вот этот, Грикинь, на минуту другую. Мне вот этот больше нравится. Вот этот следующий тогда идет. А потом вот эти. Да, в чашке у меня стоит чашка. Это мой сын, моя внучка передо мной прямо. Вот в чашке этой стоят помады, чтобы никто ничего не потерял. Мало ли. У меня все серьезно. Вы думаете, помните, мои котятки, чтобы вы понимали, я еще ни разу их витамины не открыла и не выпила. Лев, что-то какая-то дележка пошла. Дербанить начали уже. Духи все положите в доте. В доте. Кстати, ребят. Жалко китайские духи вам, что ли? Ну, не китайские. У них все только французские. Кстати, ребят, хочу вам сказать, я была на выходных в этом, как его, Владивосток, привет. Привет, Владивосток. Я, кстати, была. Господи, где я была-то? А, я была на выходных в этом, в Меге, на Белой Датине. Да, кстати. Гляньте, вот это все мы покупали дочи. Вот, ничего не жалели, денег на нее не жалеем. Вот, жениха надо нам, жениха. Вот, хорошего, умного, желательно богатого. Какого жениха? Я сама себе режиссер. Лев, в прямых эфирах у меня одни женщины. Какого жениха мы там себе найдем? Так, название духов, которые в белом флаконе. Вот этот, вот эти названия. История серьезная. Белла Бланка. Оскар де Лоренто. Это Белла Бланка. Я еще тогда это трындела. Еле прочитала, кстати. Сейчас Женя мне подсказывает. Здрасте. Короче говоря, приветики. Марина бросила Рому. Потрясающе. Потрясающе. Что вы несете? Откуда у вас такая информация? Вообще, сами понимаете, что вы там говорите. Смотрите, я была, короче говоря, в... Помните, как я такси вызывала? В себе. Была я, значит, в Меге. Славочка, здравствуйте, мой дорогой. Хотите, я вас подключу, Слав? Белла Бланка, да. Ну, вот этот аромат, я его почему купила, не знаю. Видимо, из-за того, что красивая бутылка. Но, кстати, не прогадала. Что я вам хочу сказать. Значит, вышел новый аромат в марке Дольче Габбана, мужской. Я выставляла в сторис. Бомбический аромат. Просто бомба. Реально. Я даже знаю... Я его купила. Короче, я его купила. Да. Интересно, интересно. Саша, поподробнее. Там, знаете, такая офигенная упаковка. Сверху крышка, как в виде короны. Богатейшая крышка. Только ради крышки можно было купить. Я ж больная, как Сашка Черном, в духе. В общем, аромат мне настолько понравился, что я его купила в наборе. В наборе идет гель для душа, по-моему. Ну, в общем, не важно, что там идет в наборе. Главное, аромат. Левушка просит, будьте любезны, показатель Ивана Нудзаровича. Что вы себе позволяете? Секундочку. Пожалуйста, вот Левушка. Здравствуйте. Лешка, передай, пожалуйста, Вячеславу Троян привет. Он просит, чтобы я вас показала. Славочка. Вячеслав Троян, передаю тебе привет. Всем подписывай. Ну и всем передаю привет. А вон Славочка, кто его любит и спрашивает всегда про него. Вот, пожалуйста, Вячеслав. Собственной персоной. Ладно, про аромат Дольче Габбана больше говорить дальше не буду. Далее увидите, куда я его применю. Ну, Славке скоро дню, и я ему подарю на город. Здравствуйте. Да, вот и Осенька пришел. Я вам говорила, что Ёсенька заходит к нам в кабинет. Сегодня он обосрал меня с головы до ног. Говорит, ты страшная, как крокодилина, и глаза твои уродские. Вот, пожалуйста, собственной персоной. И еще говорит, сука, на меня. Вы представляете? Я тебя, правда, обидел? Ёсенька, когда ты говоришь, я тебя люблю как сына. Я сказал, что мой голос... Твой голос потрясающий. А если бы ты со мной распевался, то были бы успехи, знаешь, какие? Кстати. Кстати. А пойдем по делу. Вы видели, кто у меня? Посмотрите, он приходит. Я нахожусь на... Как это называется? Катю. На святом месте, где проходит прямой эфир этой прекрасной женщины. Врет, врет, нагло врет. В прекрасных очках. Нагло врет. Не просто так же она их надела, правильно? Нагло врет. Да, во-первых, не женщины, а девушки. Да, как аж я... Простите. Где девушка? Просто реально я сегодня опухла. Опухла. Какая-то я сегодня отекшая. Не надо тут. Вот, смотрите, Ёска. Смотрите, какой у нее прекрасный сегодня мейк. Я же сегодня с Барзиковой встречалась, поэтому накрасилась, видишь? Так что вот, побить его. Вот Танюч, Татьяна Светлова говорит, вас надо побить. Иосифа Борисян. Татьяна Светлова, почему вы не на рабочем месте? Она болеет очень сильно, да. Вторые сутки уже лежит дома лечит. А, серьезно? Да. Так, Танюшечка, мы скоро приедем к тебе с Ташей. Скинь адрес. Таня. Они тебя обрадуют, Таня. Ёсенька, аж заикаться начал, когда увидел вас. Приедем с коньячком и с чем еще там, с лимончиком. С лимончиком. Наташечку возьмем и будем тебя лечить. Ночью ждите, мы приедем все. Ёсенька, пойдем по делу. А что, с ней вообще пиздец? Пиздец. Пойдем. Ой. Это не для вас, это вырезаем, вырезаем. Пишет, я болею. Мы поняли, жди нас с коньячком, мать, давай. Да. Заключаем эфир? Разумеется, показываем. Все, мы пошли работать. Все, друзья мои, мы вас всех любим, обнимаем. Ёсеньки, целуем его, да. Какие цветочки. По касике. Любим, обнимаем, мы пойдем работать. Какие цветочки, да, все хорошо. Улыбка летит. А, вот, кстати, я вам хочу напомнить, вот Сашенька и Ёси мне подарили на день рождения вот такую историю. Туда надо еще, осталось фотографию мне их вставить, Сашки и Ёси. И буду вечно на них смотреть. А цветы живые еще наши? Конечно, живые. Вон сбоку там. Что ты их вмяла так?